Право на образование закреплено во всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования. По инициативе Генеральной Ассамблеи ООН уже четвертый год, 24 января, отмечается в мире как Международный день образования. В резолюции Международной организации отмечается, что образованию принадлежит самое большое значение в создании стабильного и жизнеспособного общества. За последние годы в Азербайджане достигнуты значительные успехи. В образовательной сфере была усовершенствована нормативно-правовая база, осуществлены широкие меры, направленные на его материально-техническое обеспечение. Только за последние четыре года было построено 1200 новых школ. В действующих объектах образования успешно проведены капитальные ремонтно-восстановительные работы. Кроме того, значительно расширилось применение информационно-коммуникационных технологий в учебных заведениях. В нашей стране делается тоже очень многое. Делаются инновации, в частности, связанные с внедрением информационных технологий в обучение. Я хочу отметить программу «Стим». И эта программа «Стим» сейчас активно внедряется во всей стране. И мы думаем, что это действительно одна из таких очень инновационных программ, которая нужна выпускникам наших школ. В современном динамичном мире перед образованием стоит очень важная задача – идти в ногу с прогрессом и отвечать вызовам общества. Проект «Стим» предусматривает интегрированное преподавание нескольких предметов – науки, технологии, инженерии, искусства и математики. Данная программа широко преподается в ведущих учебных заведениях мира. Мы понимаем всю важность создания такой интеллектуальной элиты нации, которая будет создавать тех людей, которые могут управлять различными сферами производства, образования, науки, искусства. В Азербайджане в области образования проводятся масштабные реформы, реализуются государственные программы, созданы все условия для развития образования. Учащиеся и учителя различных учебных заведений постоянно принимают участие в международных образовательных проектах. В Азербайджане, в частности, в нашем лицее очень хорошее образование. Также проходит очень много проектов и выставок. В частности, проект, к которому я участвую, связан. Мы на уроке сделали картину Эйнштейна из бытовых отходов. Мы прошли первый тур, заняли место в первом туре, и 25 числа этого месяца будет второй тур. Со своей одноклассницей я готовлюсь к Сабаханалимляре проекту. У нас в конце года будет проект. Еще я участвую с несколькими другими одноклассниками в проекте «Парабарта техники». Это проект в информатике. В прошлом году участвовали в проекте «ТРИС». Это был турнир. Там были участники из Белоруссии, России, Украины, Армении, кажется. И мы были. Мы заняли в прошлом году третье место. В этом году Международный день образования проходит под лозунгом «Меняем курс, трансформируем образование». Цель – понять влияние последних двух лет на то, как изменилось образование, чтобы найти новые инновационные способы, сделать образование снова доступным для всех. Именно за эти два года, то есть за время пандемии, ситуация с образованием ухудшилась во многих странах мира. По данным отчета детского фонда UNICEF, закрытие школ, университетов и других учебных заведений отразились на жизни 1 миллиарда 600 миллионов человек в более 190 странах. Лидия Молодцова, Наиб Гаджиев, CBC.